Начало Великой Отечественной войны азовская школьница Клавдия Казакова встретила ученицы 9 класса. Когда началось наступление немецких войск на Ростов, в госпиталь, который оборудовали в её родной первой школе, стали привозить раненых. Нас перевели учащихся, нас перевели в педучилище временно. И мы почти мало учились. Нас всё время на окопы. Мы ходили, рыли окопы, преподаватели наши и мы окопы. А потом после окопов мы ходили в госпиталь, ухаживали за ранеными, писали письма домой родственникам, стирали, мыли полы. Во время оккупации Азова девушка вместе с отцом Корнеем Леонтьевичем скрывалась у родственников и знакомых в Азовском районе. Домой вернулись вместе с освобождавшими родной город частями Красной Армии. Уже наши, это 7 февраля, это 43-го года. И вы представляете, опять раненых столько поступать сталось. Мы, нам это заняли опять, столько раненых было. Мы первые пошли в поликлиники, там и в поликлинике вот нашей городской лежали, и на полу. Раненых столько было, вы не представляете. И многие болели. У того, смотришь, этот столбняк, вы представляете, жалость такая. В первой школе снова был организован госпиталь. Клавдия вместе с оставшимися в городе одноклассниками успевала помогать раненым и учиться. Нам выдавали хлеб по 50 грамм хлеба на перемену. Мы этот хлеб собирали, чтобы нам полностью давали. Нам получалось полкило всего на всех учебных, потому что у нас класс маленький был. Вот, и вот это ж полкило, это у нас учитель был украинский. Замечательный учитель. Он без одной руки, где он уже, я не знаю, потерял руку. Но у него погибли два сына на фронте. Он уже пожилой. И мы этот хлебушек ему отдавали, потому что мы с родителями кое-чем пробивались, а ему он одинокий. До сих пор женщина бережно хранит уже почти выцветшие письма от молодого моряка, который после ранения лечился в Азовском госпитале. Милый Клавчонок, если бы ты знала, как я за тобой соскучился, если бы я тебя увидел только хотя бы один миг, и я бы за это отдал все, чтобы не спросили вплоть до жизни. Клавчонок, почему ты не приходила перед отъездом? Ну вот тут уже я совсем все. Сейчас я нахожусь в городе Грозно. Чувствую себя нормально. Последнее письмо от Михаила было уже из Новороссийска, с фронта. Клавдия Корнеевна уверена, что моряк погиб, а иначе бы обязательно приехал. День Победы девушка встретила уже студенткой Ростовского медицинского института. Это было что-то особенное. Вы не представляете. Это было что-то особенное. Ночью весь город гудел. Гудел весь город. Вы не представляете. Обнимались, целовали, кричали «Ура!». Но вы не представляете, что это творилось. После окончания института по распределению поехала работать в поселок Локоть Брянской области в должности главного врача санэпидстанции. Как сегодня помнят эти труднейшие послевоенные годы. В населенные пункты приходилось добираться на лошади или пешком. И вы знаете, какие были вспышки. Во-первых, зашивленность по школам страшная. Население зашивленное. Нет бань, вообще ни одной бани не было. Никакой установок, обработку делать этих абсолютно не было. Завшивленное. Сыпной тиф. Брюшной тиф. Эпидемия. Раньше заседание из полкома было. И прикрепленный из области был инструктор. Мы никогда совещания не было в рабочее время. А ведь ночью собирались где-то уже с девяти, с десяти и решались все вопросы. Клавдия Корнеевна признается, что годы пролетели очень быстро. Но она помнит все до мельчайших подробностей. И скажу вам, скажу, правда. Годы мои. Я вот в душе, я не чувствую. Я бы вот сейчас еще бы. Я работала до восьмидесяти лет. Я сейчас бы пошла бы работать. Вот чувствую, все помню. Все анализы, которые я делала. Какие вспышки были. Где я работала. Все. Душа рвется. Душа стремится к любимому делу. А вот здоровье иногда подводит. Тем не менее, круг интересов и увлечений шире, чем у многих молодых. Клавдия Корнеевна постоянно читает книги и газеты. Иногда в шутку соревнуется с правнуком на скорость решения задач по физике и математике. Является давней футбольной болельщицей. Болею за футбол. Болею за нашу команду и зенит. Болеть это у меня от моей мамы. Моя мама болельщица страшная была. И я болею, вы не представляете. Вместе с зятем болеем за Ростов. Ну, там у него своя команда, а у меня зенит. А я за зенит болею. В свои 95 лет Клавдия Корнеевна Казакова выглядит неожиданно свежо, является интересным остроумным собеседником и охотно делится собственным секретом долголетия. Вы знаете что? Надо быть очень добрым. Доброта, как говорят, она спасет людей. Понимаете? Доброта. Поделись своей добротой с кем-то другим. И вся планета станет добрее. Вы понимаете? Если ты добрый человек, не держи эту доброту у себя. Поделись с добротой. А ты поделись с другим добротой. И так станет в мире добро. И всем станет хорошо. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо.